Он полетел во врагов Я представляю, как он был недоволен Он полетел в них Раньше он полетел в них Убил бы одного и улетел бы еще А тут он прилетел, уже мана ничто нет и умер Причем он с Керри играл Этого шторма с легкой линией Ему дали нафармить огромное количество Итемов Он с этим был устроен, но все равно у него маны не хватало Там слишком много Казалось бы, там 1% какой-то Насколько же там много в сумме получается, кошмар Те, чтобы взлететь, надо 150 маны потратить Или ты буксуешь на месте Бан Пака И Дарк Сира со стороны Драгон Слейер Драгнилз Драгнилз Мне сложно вспомнить, что они называются Драгнилз Когда я вижу Драгон Слейер Драгнилз Где логик? Драгнил, тем более Драгнил Ну да, они Драгнил Драгнилз это аниме, Драгнил это какой-то Это тоже аниме Это герой Этого аниме Аниме Лучше в баньку Это тоже какое-то аниме Бан Дэскрофит И следующий пик у Драгнил Он Драгнил Если вас зовет Мирана Ваш батя в баню А вы говорите, нет, я лучше аниме посмотрю Вы не правы Я бы на их месте брал мирану Все мы не молоды В общем Это похоже на какой-то отрывок из аудиокниги Жень Патри Пау Ну все мы не молоды Мемес рождаешь В общем, Мирану И Вингу Пожалуйста Пожалуйте Пожалуйте в пик Как смотришь, что такое Короче, что-нибудь другое предложишь Взять Ребята Оракл Оракл Я говорил Оракл здесь очень хорош Оракл в каждой игре почти хорош На самом деле Тут не просто бетрайдер Тут еще Дум Вот против Дум Оракл боженька Отжирает его прям Отжирает просто в мясо Герой вообще подумал Может никуда не убегать Он может остаться Сражаться И в месец И замечательно Осталось только на Оракле Дум не получить Это твой лицо Ибо будет неприятно тебе Какая стратегия вырисовывается Пока что Драгнил Стратегически Просто идти бить лица Стратегически Тактическая У них как бы Ну это лейтовый пик Сразу То есть с баунти хантером С этим Куда-то с лордарой Что-то можно выходить В любого физического ДПСера мощного У Мирана не мощная У вас была сначала Какая-то тактика И вы ее придерживались У меня сначала была Какая-то тактика И я ее придерживался И я ее придерживался Мне очень не нравится Он так это все размер Он это очень уверенно говорит Он просто Всю жизнь как будто Занимался вот этим Он как будто Всю жизнь придерживался Вот Этой тактике Мне очень не нравится Как они Дума используют здесь Дум-дум Ну как его использовал Пупей тот же Леон Он играл с Думом Который реально мешает Как там Эр Спирит Просто на мидл приходит Мучает Да-да-да-да-да Он берет там Ну второй левел Образно получает И постоянно приходит на мидл Подает по кулдаун Своей земли И чуть ли там Ну если получается убить То убивает Если не получается То не убивает А эти Думы Они стоят просто в лесу До посинения И никуда не ходят Очень пассивно играют Пассивно играют Человеку на мемесе Сларк Мемес же и Сларк Здесь все Потому что тут и Джаггер Слардер Сларк очень хорош Сларк идеален Он снимает с себя трек Он снимает с себя Амплифай Слардара Он Джаггернаут Кто игнорирует ульты Он игнорирует Джаггернаут Уходит с крутилкой И с крутилкой На Оракла Ему тоже в принципе Наплевать Он может напрыгнуть На Оракла И Оракл такой Блин Мне придется Вешать ульт на себя Иначе я умру Один из тех кэрри Который Не нужно ему Прямо БКБ Как-то рашить Ибо Фейтедик Потому что Фейтедик Он тоже снимает Вообще БКБ не нужно В игре Против этих героев Четырех точно Это Драгонайт И Сларк Ну Сларк Еще остался Один бан Сларка я бы забанил Сларк я думаю Забанил Потому что Это же мемец На Сларке Такой вопрос У Оракла Первый скил Привязку Сларк снимает Хороший вопрос Нет То что иначе БДФ снимали Адюза не снимает Не должен Это не дебаф Странно Это Штука Но Из Этого Паунса Можно выйти На Фейзах Пройдя сквозь Какой-нибудь юнит Вот так Сларк Не забанили Медузу Это Ну Они развивают руки В принципе В чем тут вообще Медуза Нет Она была Ну Нет Нет Ну Она как-то не смотрела Здесь Ну нифига Нужна Медуза У тебя есть Декат Леон Бэтрайдер Дум Они все Могут На войну Надо еще героя на войну Естественно Это Сларк идеальный Они звонили Медвежонка Думая Что вот Медвежонок Против ДК придет Вот тогда-то будет А Папич Мы забыли Да Там же Папич Теперь новый Они поняли Они все поняли Так Сларк Точно так же Проблема Папича Здесь на самом деле В том Что Джаггер Элементарно Может купить себе Диффузал с Монтой После Баттл Фьюри И разваливать Папичу Проблема Папича В том Что здесь не только Один Слардар А тут еще и Джаггернаут Появился Еще и Джаггернаут И еще будет пик Потому что Еще может быть Мидер сильный Если Ну да Вот Сларк Насколько был бы хорош Сларк И насколько этот Папич Вот в этой игре Он не имба Не имба Тут он может пострадать Здесь он фасоль Ну посмотрим Но все равно Мне нравится пик больше Фидл Ну в сумме Он серьезный Франчип Хорошо Ну что ж Начинается Третья карта Финальная карта Противостояние ФДЛ против Драгнилс Это команда Из опен Квалификации Америки Заканчивается Наша маленькая жизнь К сожалению Но мы передаем Слово нашим комментаторам Виталий Волочай И Виктор Волков Маленькая жизнь Заканчивается Это как-то странно звучало Да Маленькая жизнь Аналитика Она такая Она очень маленькая Короткая Она короткая И внезапно заканчивается В какой-то момент Кажись живешь А потом все А потом все Не живешь И ты уже не живешь Ты уже Блин Это какой-то капитан очевидности Да Ты уже со скрином Давайте смотреть У нас пик Закончился И начинается Третья решающая карта Матча Драг Нилс Против ФДЛ Победитель Этого матча У нас Попадает Финал Лузеров Американской квалификации Команда Которая Проиграет Занимает Четвертое Да не важно Что она занимает На самом деле Не важно Что она занимает Она не летит Да Ну и ребят Самое главное После этой игры После этой игры Не уходите далеко У нас Ну приблизительно Минут 45-50 Будет пауза До старта Плей-офф Китая И у нас будет Очередной выпуск Статс Полис Статс Полис Дадил У нас же есть Статс Полис Готовый выпуск Да У нас был Вечерний выпуск Статс Полис С нашими Дневными аналитиками Будет ночной выпуск Статс Полис Я бы поучаствовал На самом деле Ну так поучаствуешь Я тут вижу У нас один боец Уже участвовал Разочек Второй раз Будет нечестно Ты в своей игре Будешь участвовать Да Смайл у нас уже участвовал Смайл участвовал В дневной С дневными аналитиками Так что тут им нужен Будет кто-то Так что Можем и тебя Заслать на участие Можем меня заслать Надо этим аналитишкам Показать их место А то они Забывать начинают Ты знаешь Тут как это Нет Мы одна большая семья Дорогие друзья Ночная смена Мы одна большая семья Все кроме режиссеров А их там и нет Если что Они особо не обиделись Нет у нас режиссеров Мы сами все режиссеры Сам я всегда с собой беру Видеокамеру Добра дочи Поехали Представляем команды Итак Команда FDL Стэн Кинг играет На Лионе На Драгонайте Сыграет в миде Си-Си На Папича Будет на легкой линии Катать товарищ Бин Ли-Ми-Эмес Ли-Ми-Эмес Ли-Би-Сан Хотите В сложной Опять дабла Опять дабла И это Doom by France И это Batrider by MJW В который раз мы видим Именно эту даблу От команды ФДЛ Ну а команда Кстати Драгнил Забыла выставить Да-да-да У них нет Тим-лога Скажем так Но состав-то у них При этом не изменился Клэйр Вэанс Будет играть на Оракли Кун Русский анимешник Баунти Хантер ХФН Джиггернаут Фантастик Дэмэдж Он же Мэйсон Будет играть на Вайпере И Снейкинг Слардар Смотрим Решающая третья карта Что может быть лучше Битва за выход Хайп 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 Сегодня Вега против Эмпайр Была 80 минут Это решающая третья карта Мы не против Битве за жизнь Да Можно хоть 100 В принципе Нам спешить некуда Главное Чтобы управились За 110 Потому что через 110 минут Начинается Китайский плей-офф И Придет сюда Дима Лайт оф Хевен И выгодит нас Наших рабочих мест Скажет Идите вы Со своей Америкой Все Утро Китай Я хоум против Нет, не я хоум Ньюби против Дздек Юз У Джейвэц Заряжают Пошел Файрфлай Улетит Улетит Бэтрайдер Он может на самом деле Немного и поогрызаться На Джиггернаут Потому что Джиггернаут Не Фьюри Особо не боец Против Файрфлая Ну это да Ну кстати обходит Здесь Клэйр Ваянс Кстати зашел фронт Ой поджигает Клэйр Ваянс Очень больно И кстати огромные проблемы Здесь Клэйр Ваянс Да вот жаль Да вот жаль Вот же жаль Действительно Секунду Там Стики Напалм Только сейчас появляется Второй уровень Был бы он Я думаю забирали бы Причем Без труда Там проблема У Драгонайт Его Вайпер Травит Травит Вот Дракон Сумасшедший Кстати одной тычки А почему он не полетел дальше А если сейчас он развернется Фласку провезу Боится Боится Вопрос в том Почему Вайпер дальше Не полетел Может решил Что хватит А может быть Смотри на вот эти два артефакта Баунти Хантера Это как круто Ооо Это кстати чит Полный чит Просто Реально чит Лайтстоун Особенно против какого-то Дума Которого ноль Ты подходишь к миру? Жесть У него минус два И его еще и Виновым травит Это же вообще забей Ну кстати непонятно Почему БХ до сих пор на топе не появился Да Он кстати бы забегал Брезал этого Дума Просто ему разочек Хлоп И все А вот хаста И сейчас просто в мид А что в миде Выход в миде И ты убит Вот сейчас смотри В миде там 640 хп А ну с Вайпером Раз Подрезали Два Ну там все равно 5 армора Четыре Понимаешь что это такое Пять Пять тычек Ну так ты пол хп ему снял Пол хп А у него последний заряд в ботле Такое На то бы пришел Он бы Дума убил Дум как бы Ну реально бы его просто убил Сделал фрусблат Тут тоже важная миссия Дать Вайперу получить Вот смотри Вайпер третьего Он начинает разминать Драгонайта У Драгонайта Огромные проблемы Тамара А как кстати просил Нет Драгонайта проблем Нет проблем Ну есть проблемы Даже пластхитом Если посмотреть Тебе кажется Мне кажется Да Как-то Это слишком ярко выраженные проблемы Чтобы не казались Красный свет И говорят тебе кажется Что это красный Хотя ты видишь Что это Действительно кажется Хотя знаешь Может оно и так Снизу кун А вот кстати Подрезать вот этого пацана Это норм Вот так вот подрезал Начинает бить бис Собица проседает Извините ребята Но это первая кровь Это первая кровь И ты знаешь Что самое неприятное Ладно Хотя бы саппорт Тут есть Хотя бы саппорт Который сейчас подойдет И получит экспириенс Со всех этих крипов Либо же тоже умрет Умрет Этим кстати Уислардар Стан по тавр Главное не загрить тавр на себя А что ты не поехал дальше Снэйкинг Просто ехаешь дальше Он бы здесь погиб Почему Ты даешь тан Вместе с тобой бежит Баунти Хантер Вы не агрите крипов До момента Пока вы начинаете бить Клэр Ваян Все время размен Нет это не размен Это минус 2 На топе Оракл и Джаггернал Делают Ну и вот дабла Команда FDL Та самая дабла Которую мы постоянно С тобой нахваливаем Та самая дабла Которая якобы Проблема Мы ее не нахваливали Мы всегда говорим То что против нее Трудно стоять Особенности с Личом Потому что По моему все катки Он на думе отыграл Абсолютно все Сегодняшний день Он сыграл на думе Он не играл На других героях Он был с Личом Он был еще Не был этот еще Был Джекирос А ну да Джекирос Джекирос Точно 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 Обманул Да Ну а так в принципе Да действительно На думе очень часто играет И Дум Лич Дум Бэтрайдер Мы постоянно это видим И Иногда это работает Иногда это работает Не совсем так Как бы хотелось Но работает Ну и Кун Опять готов забегать Тут стоит Сентри Его спалили Хотя как спалили А они сигналили по нему Ты думаешь? Видели его Он вот здесь бегал В тени Может хрип какой-то там Может быть Подсмотрел одним глазком Еще и дабл дэмэдж А вот Блайтстоун Дабл дэмэдж Тапка только не хватает И Реза Вот этого пацана Ну он идет В мид Ну вот Сиси Если зайдет куда-то Вот за эту линию Он труп Ну вот Зачем вайпер сейчас шугает Вайпер очень сильно Вайпер должен Ну уже в другую сторону Побежал Кун И как бы снизу На кого? Снизу 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 Снекинг Погиб Да Подставился Ну и может подрезать Но мы понимаем Что как бы ничего Хотя слушай Как это ничего? Не-не-не Слишком много крипов Сагрились Забирали бы Ну тут бонус в том Что Баунтихантер Третий уровень получил Тос появляется И может быть даже Четвертый успеет Получить Снордара 600 голды Вырабатывается В сумме Считать смерть Снордара Плюс те плюсы Которые дает его смерть Это действительно Много денег Поехал Поехал Но это минус Биса Без шансов И этого И этого Тоже еще Стараться Куда Почему остановился Тапка Потому что нет Укуна очень медленный Купи тапок Он пошел Купи тапок Красавчик Послушал Молодец И Клайрит сел Красавчик Четвертый уровень Заполярите Заполярите И надо пить водку Короче Клайрити там Не помогает Уже увидели И уже по-моему Не чокаясь И уже не чокаясь Да Эх Грустняшка Где грустняшка В Сангадоте Грустняшка Грустняшка Это если ты занимаешь Топ 6 интернешнл А потом тебе салох Ладно Давайте смотреть Американскую доту Ты знаешь Прикормил Но не докормил Это Да я ничего не сказал Ничего Чего не прицепились Топ 6 интернешнл А потом салох Смотрим Кун Додумайте сами Додумайте сами Ой-ой-ой Ну так беги Задумал Там Дума Дума У Дума У Дума Винлейс И транквил тапки Уже не так легко Он будет ждать курьера А курьера Ты Да не Он только улетел Я думаю Что нет Ждать придется Очень долго И ты точно Его не дождешь На топе На топе Бэтрайдер Пытается ХФН Загнать Но не так Это просто Сделать ХФН При поддержке Оракла Мы видим Не особо-то Переживает За происходящее ХФН Все хорошо Один из топовых По Ластхитам Если брать его И брать Рейс Кинга То он Очень сильно Перефармливает И при этом Не умирает Таааак А там Штурн Есть? Да Там Амблифай Дэмэдж Есть Так они Любого Разломать А есть Вайпер Страх Так Начинайте Просто Берешь В него Плюешь И убиваешь Лол Смотри На Плюнь Хорош Стардар Подсветил Стан Можно и без этого Разобраться Этот на экспу Прибежал Не заработал Баунтихантеру Надо экспу На самом деле Но по-моему Он не заработал А куда дум идет Ты же следующий Будешь Да убить Убить Вот этого Убить Алло Вот стоит Они его не видят Они его не видят Они не видят Что он здесь Он просто на экспинге Но Это Это прям еда Это еда Дум Слушай Ну по-моему ФДЛ все Уже? Ну по-моему Да Ну ты посмотри Джаггернаут Имеет 49 на 12 Випер в миде Имеет 49 на 14 Снизу Папичи Там 34 Папичи Он сейчас в соло Зарежет Смотри Ну там что и левел Второй раз не зарежут А не второй раз тоже зарежут Зачем он бьет Баунтихантера? Ну как Чтобы баунтихантер Второй раз было тяжело Вот зря он зарезал На самом деле Сейчас такой дикий слоу Здесь Дум Это минус 2 Надо было его отпускать На самом деле Не Ну минус 2 нет Наикен должен уходить Потому что хоть не хватает маны Ну да Надо было отпускать Хотя 200 секунд теперь Без реинкарнации Его можно изобрать Тоже умно 4 минутки Можно напрягать человека На линии постоянно выбегать Я говорю Братан Мы пришли по твоей душу В общем я все равно Не отхожу от мысли Что все очень плохо Потому что Свардар имеет 7 левел Нет То что все очень плохо Это факт Да И 2 вайпера 2 вайпера 2 вот этих товарища 2 кора Это Джиггернаут и вайпер Они Они хороши Причем вайпера скорее всего Здесь освободят От обязанности Собирать Мекку И Ее будет собирать Баунти Хантер А может быть и нет конечно Но Просто вайперу это неплохо Но Может собрать какую-то Яшу Или Аганим И Разносить здесь лица Посмотрим Все решат Снэйкинг В смоке Вместе С Ораклом Будут пытаться выйти На ботом Здесь стоит Центряк Так Снэйкинга тут похилили И у него мана Мана есть на станчик Так что можно было бы Но вот этого надо убивать Но правда видно Видно Куна Видно нашего любимого Русского Может в него и начнут Сейчас смотри Станчик И И все И резать Ой-ой-ой Проблемы с Нэйкинга Его подрезали Тут есть тосик Ну станчик надо дать Станчик надо дать Но тут бетрайдер Ра-я-я-я-я Как неприятно Снэйкинга конечно поймали Снэйкинг тут должен погибать Снэйкинга слишком далеко завезли И действительно это минус Тут четыре человека Тут четыре человека Вайпер сюда тоже конечно летел Покупается Огрклаб Это Драгонлендс что ли будет Ну конечно Драгонлендс Пика Точеная Пика точеная Не ну Драгонлендса хватит Какая Пика Зачем тут Пика А че не А че она дает Пусть будет Хоразит че она дает Статы Слушай а че Пика вообще интересного дает Из интересного Из интересного дает Короче не хочу Для вайпера ничего полезного Про пики не будем говорить Не будем Так на ботами Выход Станчик Амплифай Еще один станчик Минус Даже не стал Вписываться ли он Смог палить Ой А Думченко Думченко Бежать отсюда Бежать Нужен шестой левел Побыстрее баунти хантеру Потому что Понимаем что короче Экшна хватает Да и он уже участвовал В куче фрагов Но Что по прежнему нету Если бы сейчас Вот эти последние Например два фрага Были сделаны уже с треками Это было бы уже КГБ полоная А так пока Все более-менее Драгнил 4000 ведут 1500 экспы Бывало и похуже Сейчас будет больше Сейчас вышка упадет Крипы подошли Хингвар стоит Кстати купил себе Книжку Знаний И сейчас больше 100 долларов Книга знаний? Книга знаний Начитанный баунти хантер Не это не баунти хантер Дум купил Баунти хантер Кстати тоже было не помешало А ему не помешало бы Кстати У него нет денег А летит же кун Или это к нему летит? Это к нему летит? Да Ой Начитанный баунти хантер Шестой уровень Хорош Слушай На баунти хантере книга Это прям вообще имбан Ну да Если у него не получилось До десятой минуты Получить шестой То книга Очень сильно помогает И вот она книга Теперь у него аркан тапки У него робофеном У него блайт стоун У него шестой левел У него трек И скоро будет четвертый тос Что наверное Самое страшное Для всяких леонов С 760 хп ДК с формой Прям захотелось Баунти хантером В пабе поиграть Да? Ну поиграешь через А, и не поиграешь Могу поиграть Можешь, да Да У нас тут есть даже Отдельная комментаторская С которой можно в доту играть Если что Ну кому дота не хватает Если кому-то не хватает Доты Он может встать Например после 12-часового эфира На диванчике И пойти в доту покатать Пошел Встанчик Встанчик И к ЦЦ Ну и если достанет Лево Сколько там всякой гадости Ну да Там действительно Бисит много чего Знаешь что Медаль сверху Там какой-то еще Бу-у-у Ты бежишь Такой и вообще Не понимаю что происходит Медаль Пурж Пурж Еще чего-то Что там вешается Из-за таких Дебафов страшных Не знаю Ракетка на тебе стоит Ракета И ты такой думаешь Что происходит О боже Стренируешь Что тебя не знает А ты такой Опа И все ЕГ Орыч Как Балба 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 видишь Был тренером ЕГ Ездил на турниры Чтобы водку бухать А в итоге играет Где он там играет А в ЕГ Водочки побухал Тарам-тарам-тарам В ЕГ попал Ну реально Балба Балба Очень известен Тем что он Дружелюбный Молодой человек И он Любит Любит Автопати Так мы с ним На Старладдере же Катали по-моему Он приезжал Если не ошибаюсь Сиджон был Кто Балба 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 приезжал На Старладдер Раза четыре Точно Да На первых Когда мы еще сидели Играли ночью на сцене Уже после Автопати И он Мы можем размениваться Это в стиле Балбы Балба легенда Но мы проиграли Это тоже в стиле Балбы Балба легенда Балба легенда Балбус можно будет увидеть В Москве уже С 12 по 15 мая Если вы вдруг еще Не обзавелись билетом Если еще нет То уже пора Да кстати Вот там Многие ныли Что типа на эпицентр Дорогие билеты Я зашел Увидел за 2000 рублей Чтобы вы понимали Завтра в Москве Стартует чемпионат России Чемпионат мира по хоккею И вот Вчера Завтра днем Вот перед ночным эфиром Я думаю Блин у меня будет время Можно будет сходить На матч чемпионата мира по хоккею Играет Швеция-Латвия Одна игра Одна хоккейная 45 минут 45 минут Ну как 3 по 20 Каких 45 минут А да 60 Ты юниорский Самый дешевый билет На данный момент стоит 4 500 Это на одну игру Хоккейную Одну 4500 рублей За 4500 рублей Сынтряк поставился Просветили Нашли Убили 4500 рублей За одну игру На двоих Можно Себе И женщине Другу Да На эпицентр За такие деньги Четыре дня Можно Ездить Вдвоем Кутить Еще 500 рублей На покутить Останется Еще 500 рублей На покутить Можно бухнуть С дредом Бухнуть С дредом За 500 рублей Или нет За 500 рублей Только с факером Бухнешь Тут с дредом Не бухнешь Не Твои 500 рублей Бухнет дред За 500 рублей Дред откажется Бухать Мне кажется Ладно Андрюха Приветливый Как бульба Да Он тоже в ЕГЭ Хочет По-любому Так Просветочка Сейчас заюзана Вот на Это кстати Сами Драгнил Заюзали Почему-то Вот сюда Просветку Я не совсем понимаю Там потом Фьюри готова У Джиггернаута Если что Пусть Аквилов Изов На 14-й минуте И скорость фарма Сейчас очень сильно Увеличивается 11-й левел Есть Амплифай Я думал Что где-то Экшен Амплифай Повесился А он там Голему Лицо ломает Да Это конечно жесть Так что Покупайте Билеты на Эпицентр Да И Бухните с дредом И болейте За бульбу Да К чему мы вели Что с бульбой Можно будет Сфоткаться Бульба Наш братан Бухните с бульбой Болейте за дреда Бухните с бульбой Болейте за дреда Там мне уже В твиттере Мне сегодня спрашивал Юниверс Ой не Юниверс А этот Боже Боже Как его Как его Который старый человек Фир Фир Старый человек Старый человек Боже Я забыл никнейм Спрашивал Что за бред Они же в Киеве После выплея остались Что за бред С Киева до Москвы Семьсот километров А лететь пять часов Это как Ну медленно летишь Я говорю Братан Против ветра На метле Ты просто не представляешь На драконе Было бы быстрее Но на метле Пять часов Дэнди когда-то рассказывал Что с Киева до Львова Восемь часов на драконе Двенадцать на метле И это если маршрут знать И если по ветру Вот А сейчас Очень сильный ветер Да Против ветра Намного все тяжелее Против ветра Да ЕГЭ в Москве Будут уже завтра Все облака Разгоняют Девятого мая Все облака Уходят в сторону туда А будут разгонять Девятого мая Облака Как это вопрос Ты задаешь Конечно будут А как это делать Налоги зря Плачу Ну скажу честно Мы не платим Да фига Ты заряжаешь Я уже слышал Стучаться в дверь Тут никого нет Я не являюсь налоговым резидентом Так что Я это Сорян Падает Падает Рошанна с тем временем Ладно все Давайте ближе к игре Потому что Бальба Бальба нас что-то увел В какие-то далекие степи У нас тут ДК сейчас погибнет Да он погибнет У нас тут Джаггернаут Если что На пятнадцатой минуте Уже имеет Три слота Боевых Хороших Толковых И он продолжает Дальше фармить Фармит он сейчас Бешеной скоростью Он скоро вынесет Монтастайл Там что-то происходит Там Снэйкинг запрыгнул А у него У него инстинкт Самосохранения Отключен Вот что я хотел сказать Пытается убежать Просветка не достает Вард поставили Но он уже слишком далеко Бэтрайдер будет прыгать Да нет Ну куда Я просто видел Как Слардар Прыгает во вражескую Т2 Между трех героев Дает стан Не падает ни по кому И умирает с пальцем Потому что он был под спринтом Ну Дефолтный Слардар Дефолтный Слардар Не хватило Чтобы еще Мэднес включил Вот если бы у него еще был Мон Его просто Леон С фулл хп Шварк Прикинь И у Леона Самомнение В этот момент Подлетает Просто Вот это я его Я в Соленово С ним разобрался Вот это я его Просто загнобил Как же я его умню Да Ну что же Кун подхиливает его здесь Мы видим У него появилась Кстати Хедреска То есть Выходит он Ну либо Владмирс Не-не-не Мека Вайпер не стал Да У Папичи тем временем Появляется опять Сейбр Хорошо Есть Сабля Можно Сабля И идти в атаку Ну Сейчас по-моему Эту Саблю Ну Ну ты понял Вот сейчас Сабля Ты же понимаешь Что дважды надо Подрезали Дает стан И Это минус 1 А второй раз Есть команда Есть команда Есть первое ТП Есть второе ТП Амнислэш Пошел И по По одному Летает Сорнор По трои Мой Ой Как больно Вайпер Цепляет Еще Товарища Фронза Как же Подставились Ну блин Ну ребят Ну если вы собираетесь Драться Ну уже стягивайтесь Оставшиеся Ну что вот эти два кадра Делают в миде Два ТП Вы знаете Что там минимум Три героя Ну как же так Ну там кстати ФДЛ ФДЛ Фурстафа нет Нет Фурстафа нет Отпрыгивают Бэтрайдера Кстати Бэтрайдера в игре Вообще не вижу Если честно Где его лосо Нет В смысле Самого героя Вижу А лосо Я веду На вражеском Так чтобы лосо Было проюзно На вражеском Героя Вот так Я заверну Этого не было А надо Боже Как я тебя сейчас Заобнил Вообще Не вижу Бэтрайдера Вот Тут он сильно Да Аж осел Порвал Порвал Аж комментировать Прям вообще Да Мораль В одну секунду Падает Борж Проблемы огромные Стан залетает Мама дорогая По-моему Это ГГшечка Проблемы также Здесь у Стэн Кинга Нету Кстати Ой-ой-ой Проблемы также Могут быть Жу Гернату У него две жизни Первая потрачена О Лосо Просили Фуллового Клэр Ваянса Без фаерфлая Братан What you doing Черт Все фловы Я так болел За команду Фрэншип Дедикейшн Лав Потому что Это же Название Какое Ну В доте Дружба Блин Как правильно Дедикейшн Это переводится А я не знаю Дедикейшн Дедикейшн Ну как оно переводится Полностью Отдаешь себе Как Ну есть же слово Такое На русском Одно слово Есть Посвящение Посвящение Может быть Дедикейшн студента Нет Дедикейшн То есть Ты себя полностью Отдача Отдача Самоотдача Вот Отлично Дружба Самоотдача Любовь Там Как Сколько Всего Ну Папич Сдох Папич Сдох Не Ну Вилат Ребят Шок Контент Папич Сдох Рейскин Рейскин Витя Все нормально Чего ты нервничаешь Я шучу Ну ночь Карину Забанили Какой-то совсем грустный день Ноль ошибок Минус Бэтрайда Действительно У FDL начинается грустный день Команда Которая Каждую Каждую карту В полуфинале Начинала С того Что она играла Просто отлично И после этого Начинала играть плохо И точно так же Каждую карту Она начинала В первых двух В двух играх В этой серии Отлично В одной из них Закончила печально Ну а сейчас Просто выдохлись Просто Ну Грубейшие ошибки При том Что пик Казалось бы Более-менее Еще удобоваримый Но Погибают везде И Просто не идет Тяжеловато Тяжеловато Ну и Баути Хантер Их порезал Действительно Знатенько Так в начале игры Импакт внес Конечно Он огромнейший Ну график Ну график Сколько Десятка уже Доп-14 уже Реинкарнации есть Поэтому Бина не так Просто забрать Да че это Бин Боже Как мы его только не называем Мемис Бин Мемис Никнейм У него настоящий Биса Папич Вика Прям Рейс Кинг Викей А люди до сих пор В чате пишут Вика Каждый раз Да Стан Ночью Всем же попе Да Погибает у нас Биса Опять-таки Дум Залетает в ХФН Отойдет Сейчас скорее всего Команда Так Вайпер Цепанули Попробуй Вайпера еще Убей Тут же Моментально Реагирует Клеер Ваянс Просто Отличная игра Ультимейтом Сэйвит он А Мэйсон На развороте Забрали одного Дум Идет в драку Но он руками Может драться И врывается Слардар Стан просто по четверым Это минус Дум Разваливают нас Рейс Кинга Убили его Дрэгонайт Тоже погибает Стэн Кинг Пытается уйти Ну и в принципе Наверное не будут Гнаться Или будут Гнаться Нет не будут Гуд гейм Уэлл плейд Команда Френдшип Дерикейшн Лав Вылетает Занимая четвертое место Команда Драгонслейерс Или Драгнил Проходит Финал Лузеров Американского Дивизиона Но это Одна из двух Команд Из опен Квалификации Которая осталась В топ 3 Своего региона Напомним Многие не помнят И я тоже Есть еще такая Чудесная команда Как ТНС Гейминг Которая тоже Играла в опен Куалах И ТНС В финале Винеров В Ази